Быстрее, выше и сильнее. В эти выходные в Каспийске прошли шестые кавказские игры среди юношей на призы олимпийского чемпиона по боксу Гайдарбека Гайдарбекова. Фестиваль народных видов спорта собрал около 200 школьников. Курбан Рагимов побывал на месте и узнал, какая из 15 команд стала в итоге обладателем кубка. Праздник силы, ловкости и командного духа. Площадка новой 12-й школы Каспийска в этот день стала ареной настоящих спортивных баталий. Проверку физподготовки около 200 участников проходили в семи дисциплинах. В основном это народные виды спорта. Олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков уверен, что такой формат напомнит подрастающему поколению о традициях предков. Это массовый спорт. Это очень важно, чтобы наши дети по разным видам спорта выступали. Мне понравились вот эти кавказские игры, которые проходят по взрослым. И вот эта идея появилась, когда впервые в Дагестане провели вот эти кавказские игры. Это наши традиционные, как бы, да, дагестанские, кавказские соревнования. Поэтому, чтобы наши дети не забывали наши традиции, то, что наши предки любили, это, я думаю, что для них это какое-то напоминание будет. Преемственность поколений и уважение к старшим. Игры призваны не только определить сильнейшую команду. Для организаторов и гостей важна воспитательная составляющая. Об этом говорили на официальном открытии. С приветствием к участникам обратились представители Минспорта, Муфтията и общественные деятели. Мы всегда за здоровую молодежь, чтобы наше подрастающее поколение выросло в здоровом спортивном духе, чтобы они были патриотами нашей страны. Также немаловажную роль играет и в многих местах наш Муфти подчеркивал, чтобы мы были также, как в спорте, чемпионами, чтобы показали во всей стране наше чемпионство в благом нраве. Первое золото кавказских игр отправилось в Буйнакск. В забеге на 800 метров не нашлось равных ученику кадетской морской школы Шамсудину Магомедову. Он вышел в лидеры с первых секунд, успел оторваться от соперников и, не снижая скорости, финишировал уже в гордом одиночестве. Молодцы! Ходи, 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 дыши. Ну, мы сюда, конечно, выиграть пришли. Мы готовились. Мы, честно говоря, каждый день там вообще готовимся. Это суровые условия в школе. В этом году, если мы выиграем, мы в этом году третий раз пришли. Если мы выиграем в этот раз, то кубок нам остается. А так кубок временный нагадает. Если три раза подряд выиграть, то навсегда кубок дает. Три года подряд вы первый? Да. Ну, сейчас, если первый возьмем, то начало. А как идете сегодня? Сегодня вроде нормально. Я первый взял. Еще некоторые, вот, с ним тоже взяли нормальные места. Наибольший азарт участники испытали во время перетягивания каната. Этот вид спорта стал кульминацией турнира. Здесь, как нигде, был важен командный дух. Сильнее всех вновь оказались кадеты. Так они сумели упрочить свое лидерство на шестых кавказских играх. Вслед за командой из Буинакска в общем зачете расположились Каспийские коллективы школы номер 6 и 8 лицея соответственно. Все призоры получили свои комплекты награда, также удостоились денежных премий и подарков. В следующем году организаторы планируют вывести соревнования на республиканский уровень и провести их в Махачкале. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск.